Ленини стал заходить с войском в Лоиан, устроил лагерь, как думаешь, почему? Если верить тому, как Ленини объяснил это отцу, он посчитал, что это неприемлемо, и лагерь попросту удобнее. Очевидно, что причина в его поражении, и не стыдно ему сообщать отцу о своих планах взять Сичан. Цзунь, Цуэлини уже мёртв. Его отец должен быть в ярости. Нам оттуда же на руку, иначе войско Цуэй связало бы это с Лоианом. Дядя! Генерал Ли направил тебе письмо. Полагаю, он знает, как захватить Сичан. Ленини надеется, что я смогу выйти, наверное, к почившему императору, и сообщить им о том, что Сунь Цзин оплошал в бою я, чтобы люди решили, что Сунь Цзин всё потерял. Если, к примеру, вырастут цены, люди не смогут остаться в стороне. Отец, как думаешь, что генерал Ли задумал? Он хитёр и умён. Мне и самому неведомо. Но ему нужны беспорядки в городе. И когда он добьётся желаемого, он этим воспользуется. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Звучит музыка. 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 Он спас меня, пожертвовав собой. Я даже тела не нашла. И единственное, что я могу сделать, это отдать эти фигуры в качестве дара. Что? Мне этого нельзя? Обязательно такое говорить? Больно это слышать. Он умер за меня. Не имею права горевать. Оплакивать его смерть! Все еще винишь за то, что я его не спас? Да! Твоё сердце разбито. И ты жалеешь, что выжила? Да! Лени! Я признаюсь, всё было ложью. Я уже давно отдала сердце Леню. И я врала тебе с самого начала. Я намеренно заманила тебя в Сичан. И на перевале лишь следовало нашему плану. Я лгала тебе. Хотела, чтобы ты потерпел поражение. Но сейчас Лень мёртв. Нет надежды! Как и смысл врать дальше? Давай! Убей меня! А ты умеешь больно ранить. Поэтому и сказала всё это. Знаю, я разбил тебе сердце. Обидев тебя, и ты решила мне отомстить. Я прав. Разбил мне сердце? О чём ты говоришь? Я же врала тебе! О какой боли речь? Я обманывала. У меня никогда не было чувств к тебе. Всё было ложью. Но они мои чувства. Мне всё равно, что было между тобой и Ленем. Моё сердце не врёт. Первую нашу встречу ты скинула меня в колодец. Уже тогда я подумал, что просто обязан. Найти ту, что это сделало. И мы правда встретились. Я даже мог отыграться, но не стал. Засомневался. Сам не понял, почему. А в Тайтине мы заключили пари, которые я проиграл. Но в сердце, где-то глубоко внутри, я был даже рад этому. Ведь тогда я понял, что мои чувства взаимны, небезответны. Поэтому в твои слова о лжи и отсутствии чувств, то, что всё было лишь игрой, я не поверю. Потому что ты тоже любишь. Ты можешь злиться на меня, но не изводи себя. Ты ранена. Пей отвары. И хорошо питайся. Пой! Пой! Почему не прорастает? Слишком холодно. Тао-Дзи, сколько дней? Вот и свиделись. Тао-Дзи? Тао-Дзи, что снова не так? Я помогу. Та-Тао-Дзи? Тао-Дзи? Тао-Дзи? Тао-Дзи. 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 Крыска снова был здесь? Тао-Дзи. Ох… Вы всегда такая, когда он заходит, тянет на застойцы печени. Я переживаю. Вдруг не вылечитесь? Если вам плохо, может, хотите молочный сахар? Эта крыса что-то с чем-то. Он знал, что вы рассердитесь, если увидите его. Как посмел принести это? Может. Примите лекарство. Что с вашими руками? Ничего, просто царапины. Зачем вы это сделали? Даже если Цуилинь больше не с нами, уверена, он расстроится, когда увидит вас в таком состоянии сверху. Вот. Вы с Ни поссорились? Да, я отчитала его, наговорила ему плохого, но не ожидала, что он? Что он? Ничего. Вы его, Дахэ? Знаю, вы еще злитесь, что он не поверил вам. Злитесь, что он ничего не сделал тогда. Чувствуете горе и вину за смерть Цуйлиня. Но так нельзя продолжать. Нужно и о здоровье заботиться. Так ведь? Хорошо. Не волнуйся за меня. Мы застряли здесь. Уверена, генерал Цуи беспокоится о нас. Нужно придумать, как сбежать в Инджоу. Вы его, Дахэ? Почему бы не начать с Лени? Воспользуемся им ради побега. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и вот крысеныша масло украдет, стащить не смог и зарится на мед. Ты приняла лекарства, но не поела. Продолжишь, так и навредишь себе. Я принес тебе меду и сделал лепешку. Может, поешь? Спасибо за заботу, но я не голодна. Даже если зла на меня, не мари себя голодом. Чего так беспокоишься о какой-то пленнице? Уже поздно. Я женщина, а ты мужчина. Тебе не следует здесь быть. Ты должен уйти. Я просто хочу, чтобы ты задержалась здесь. Ты не пленница. Не надо придумывать такие отговорки. Цуй лень мертв. Я просто женщина. Меня не используешь, чтобы уговорить войско Цуй подчиниться. Раз я не пленница, почему не отпустишь меня? Потому что ты ранена. Я бы все равно умерла. Прибудь ты секундой позже. Тебе не стоит беспокоиться о моей ране. Даже если не ради меня, то хоть ради Тао Цзы. Она тревожится. А тебе каждый день. Ты не пьешь лекарства и не ешь. Продолжишь и подорвешь здоровье. Не угрожай мне моими близкими. Мы с Тао Цзы как сестры. Мы лучше знаем состояние друг друга. Тебя это не касается. Раз ты еще злишься, я пойду. Не засыпай со злостью. Плохо для здоровья. Плохо для здоровья. Плохо для здоровья. Плохо для здоровья. Редактор субтитров — Лапове Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тао-Дзи, ты идёшь за травами? Позволь с тобой! Тао-Дзи! Отец пожаловал мне титул князя Циня. Назначил главнокоманду, ищем и приказал вернуть Сичан. Указ доставили ночью. Он пожаловал титул не только тебе. Лиланю или Дзюню он тоже пожаловал. Титулы князя Ци и князя Циня. Меня бросают прямо в огонь. Если не вернусь Сичан... Меня ведь накажут? Ши Ци, почему не откажешься? Отчего? Раз указ издан, я стану князем Циня. Как главнокомандующий, я могу перебросить войска официально, чтобы вернуть Сичан. В этот раз дело за вами. Не волнуйся, Ши Ци. Мы последуем твоим указом и перевернём Сичан вверх дном. Точно! Может, мы не во всём хороши, но устраивать переполохи – это наша зёминка. Жаль, я не до конца восстановился, не смогу быть с вами. Не волнуйся, я выложусь за нас двоих. Но есть подводные камни. Врага друга не отличить, будьте осторожны. Действуйте очень осторожно и позаботьтесь о своей безопасности. Не волнуйся. Как возьмём Сичан? Придём и выпьем с тобой. Выпьем! Захватим Сичан и выпьем вместе! Да! Идём? Министр Гу. Дикие слухи гуляют по городу. Цены на еду возросли, люди в панике. Говорят, что войско посланные в бою и разбито. Также говорят, что Ли Ни пожаловали титул князя Циня. И теперь он идёт атаковать Сичан. Говорят, он был рождён, чтобы сглазить наместника. Что ещё слышал? Говорят, он даже послал лазучиков отравить воду. Люди в панике, не осмеливаются её пить. И ходят слухи, что житницы пусты, что там нет еды. Говорят, что войско посланные в бою и уже всё опустошило. Когда... Когда Ли Ни окружит город, люди внутри умрут с голода. Хорошо, я понял, иди. Прихожи охранять дверь, никого не впускать. Да. Теперь понимаешь? Ли Ни пытается навести шуму? Да. Он пытается посеять раздор среди людей. А теперь посмотрим, что предпримут во дворце, чтобы справиться с этим. Схватить всех, кто распространяет слухи. И убить. На месте. Боюсь, у них есть скрытые мотивы. Поэтому и убить. Не просто убьём. Мы уничтожим их семью и род. Посмотрим. Кто-то осмелится что-то сделать после этого. Да, на месте. Почему ты так рано сегодня? Тебе раньше не нравился красный? Чего вдруг такая любовь? Может, это из-за того, что я увидела седые волосы в зеркале в тот день. Дзин, тревожишься о делах двора? Не надо говорить мне о них. Пойдём погуляем. Когда взял в руки меч, всегда думал, что мир завоевать легко. Не ожидал, что Лени поведёт Джин-Си на столицу. Он нацелился на Сичан. Переволтун, ворота в обе столицы. Владеть им, считай, владеть Лояном. Цуи хитёрок оварен. Если объединиться с Лени, нам придётся не сладко. Этого не будет. У Цуи явно есть скрытый мотив. Иначе он бы не отправлял войска в Инжоу. Лени – сын псевдоимператора. У них разные мотивы. Так легко они не сойдутся. Не стоило тебе это говорить. Идём, сыграем. Ладно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Стоит обращать на меня внимание Раньше внуком императора называл, а теперь князем Не хочешь? Снова называть меня Ши Ци? Эх, здесь прекрасно В детстве Няня говорила Если хочешь загадать желание Нужно сделать из бамбука стрекозу Как упадет на землю Оно исполнится Тогда Я очень хотел увидеть маму У всех была мама, кроме меня И я сделал целую кучу стрекоз Я залез на стену и пускал их по одной Как закончил Узнал, что Няня просто хотела подводрить меня Это желание Невозможно исполнить Сколько бы ни было стрекоз Говорят На ошибках Учится И все же я снова сделал стрекоз Ради тебя Ради тебя Я готов на любые глупости Ин Ты можешь простить меня? Обещаю Больше Я в тебе не усомнюсь Тогда отпусти меня Дай нам с Тао Цзи Вернуться в Ин Джоу Пока не могу Тогда нам Не о чем говорить И ты в настроении рыбачить? Что? Основное войско Цзи здесь? Пока нет Они не торопятся Ши Цзи Тебе не кажется Что у Цзи Скрытые мотивы? Ситуация в Сечании Нестабильная Если он не поспешит Боюсь Мы Упустим свой шанс Я его вынудил Конечно Он этому не рад Тем более У него численное преимущество Но придется постараться Чтобы взять город Думаешь Ему хочется Спешить? Я получила вести Генерал уже Это редкая возможность Возможно Нам удастся сбежать Воевода Я знала Что вы что-нибудь придумаете Но нам нужно Все просчитать Лини Умен Сложно будет сбежать Не продумав все Где Лини? Ухо ходит за мной весь день Ноет, что я его избегаю Сказал Лини Рыбачил на озере сегодня днем Даже спросил Не хочу ли я рыбы Рыбачил? Что там? Принц Это я Тао Цзы Сходи Принц Генерал Принц Воевода пьет лекарства И почти не ест Совсем исхудала Сами знаете После отвара Она вдруг попросила рыбный суп Я спросила на кухне Они сказали Рынок сегодня не работает Смогли только овощи купить И тут Я увидела В ведре рыбу Но мне сказали Это рыба Которую вы поймали в озере Не посмела взять без разрешения Поэтому пришла к вам Наконец-то у нее проснулся аппетит Я сварю суп Не нужно Я сама Не нужно Для рыбных шариков нужен навык Давай я Раз так То прошу Тао Цзы Это ты? Нет, это я Ешь пока горячее Холодным невкусно Ну как? Свеженький Тебе нужно Набираться сил Даже если зла на меня Нужно беречь себя Хреть Говори мне Если чего-то захочется Я все достану Не боишься Что я воспользуюсь этим Чтобы отправить Весточку домой И сбежать? Даже если сбежишь Я догоню И верну обратно Не веришь? Попробуй Войско Суньцзин Войско Суньцзин В Байюэ Преуспело Только Вэн Джо Отступило Боюсь Суньцзин Призовет войска Из Байюэ И у него Переволтун Атака С двух сторон Разве что Захватишь Сичан До возвращения Войска Из Байюэ Но боюсь Джин Си Сейчас на такое Не способна Хорошо сказано Но я тебя не отпущу Ты ведь меня хорошо знаешь И ты меня Мы похожи Дао Цзэ Купила все что хотела? Уже столько времени прошло Можешь поговорить со мной Заговоришь И я сделаю что угодно Знаешь почему я молчу? Ты просто смотрел Когда на нас напали Бездействовал Вы слини одинаковы Бессердечные Безразличные Жестокие Неправда Я сильно переживал Я хотел спасти тебя Но военный приказ Не было выбора Тем более Воины Джин Си Никогда не ослушиваются Приказов Отговорки Ничего подобного В тот день Ши Ци знал Что делает У него была стрела На готове Он бы не стал Смотреть Как вас убивают Тао Цзэ Что мне сделать Чтобы ты простила меня? Помочь травы собрать Или купить что-нибудь? Хочешь свиные уши? Все сделаю Только не молчи Правда? Прям все сделаешь Только вас Своего дыха Вытащить не смогу У тебя ведь Отличный слух Только не говори Что хочешь Мои уши Не гони Кому они сдались? Мне лишь Нужен Свисток Свисток? Такое Что будешь слышать Только ты Если понадобится Твоя помощь Чтобы могла Позвать тебя Задача Не из легких Не волнуйся Для тебя я сделаю Так-то лучше Так ты больше Не будешь меня Игнорировать? Не злишься больше? Посмотрим еще Ши Ци только что Ходил Квоего диха Она снова Выставила его Сам заслужил Тао Цзи Вообще-то Ши Ци Он очень добр Квоего диха Почему бы тебе Не замолвить За него словечко И не успокоить ее Если бы он был Добр К ней правда То не стал бы Варить лекарства Из непонятных трав Ее раны Все еще не зажили Ты глянь Что это вообще? Тао Цзи Не сердись Дай им Мне список Куплю трав Не будет поблизости Куплю их Сечание Лилай Они договорились? Сам напросился Ладно Напишу-ка тебе Список Ага Работай давай Не останавливайся Ты куда? В его дыха Еще не оправилась Трав не хватает Тао Цзи Дала мне список Попросила купить все А еще она сказала Что замолвить словечко За тебя перед его дыха Если куплю эти травы Кости дракона Форсайти повисла Дихондра ползучая Пемза хвойник И рябчик мутовчатый Столько трав Даже где брать указала На лавке далеко друг от друга Тао Цзи сказала Что знает где продают лучшие травы Если посмею дурить Она с меня шкуру спустит Молодец Я пошел Она же не сказала Покупать по порядку Не легче ли попросить кого-то Это же просьба Тао Цзи Не могу доверить это кому-то Всего-то пару лавок обойти Я шустрый Быстро справлюсь Я пошел Лавка Хуи Чунь Нашел таки тебя Хозяин Мне нужно это Вот возьмите Спасибо Оплата сдачи не нужна До свидания Тао Цзи Тао Цзи Я все купил Так быстро? Ничего ведь не перепутал Не забыл? Никак нет Купил все точно Как было в списке Посмотрим Ну что? Тао Цзи Можешь замолоть словечко за Ши Цзи Перед воеводой Х? Ладно Только благодаря травам Дай посмотрю нормально Ага Хэйн Погода сегодня отличная Я принес Асмантуса Ин Хэйн Хэйн Оставлю тогда тут Хэйн 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 Субтитры сделал DimaTorzok 如果思念不曾遗忘 却念着回到最初一刻 宿命曾有过的温柔 多想为你留着 如果爱情人我们曾承诺过 我会为你爱着 心愿为了你可舍 一直等着你回应 我会为你爱情人 Нет, на этот раз он правда раскаивается. Разве он не сказал, что должен был вам доверять? На самом деле, в смерти молодого господина виноват Суэли, а не Лени. Странно. Почему ты стала заступаться за него? Воевода, всё только ради вас. Думаю, князь Циня хорошо к вам относится. Даже человека своего отправил за всеми травами. И всё ещё хочет быть рядом с вами, хоть вы отвергаете его целыми днями. Я знаю, что он искренне раскаивается. Надо перестать обижаться. Я бы так не разозлилась. Сделай это кто-то другой. Но... Для меня он... Особенный. О! Вот оно как. Интересно, почему? Ещё слово, буду злиться дальше. Нет, нет, не злитесь. Я заменю цветы. Генерал. У нас вести. Ши Ци! Ши Ци! Ши Ци! Ши Ци, пришли вести. Что там? Тао Ци смогла убедить воеводу Хэ встретиться с тобой. Сегодня у них пиры на Лотосовом пруду. Тао Ци выберет момент и поможет вам поговорить. Ещё Тао Ци сказала, что все женщины мягкосердечные. Поэтому тебе надо искренне извиниться. И тогда воевода Хэ простит. Вы благодарите, Аодзи. Хорошо.